Вы знаете, уже не первый год разные группы пытаются вовлечь в свои ряды мусульман разных регионов, из разных регионов России. Эта тема касается в том числе, конечно, к сожалению, и нас. Если раньше мы видели подобные проявления только на Кавказе, в том году мы с вами узнали о ужасных событиях, которые произошли в Казани, в Тарстане, когда взрывали муфти, убили его заместителя. Еще был ряд таких преступных действий. И на протяжении всей деятельности нашего духовного управления 20 лет уже не первая попытка и раскола внутри управления, и некого вмешательства во внутренние дела управления. И возможно то, что сегодня элементы, которые представляют запрещенные решением Верховного Суда структур, это и Хизбут-Тахрир, это и Джамат-Таблига, и другие формы нетрадиционного для ислама нашей территории, толка ислама, пытаются вести свою такую деятельность. И слава Богу, во-первых, мусульмане нашей республики, они не поддаются этим разным воззваниям, предложениям. И наша структура, наши мусульманские религиозные объединения очень много для этого делают. Во-первых, это, конечно, работа в деле просвещения, предупреждения этих радикальных и экстремистских деяний. Но вот в 2006 году, в 2007 году, вы знаете, в городе Канаше, оттуда там и несколько человек были осуждены. Были некоторые попытки еще в конце 90-х из зарубежных стран. Приезжали в наши приходы, хотели вести здесь свою пропаганду, миссионерскую свою деятельность. Но сами же мусульмане, конечно, с помощью органов власти, их выдворяли из своих приходов. После, в 2002 году, некий ульяновский джамат, так называемый, тоже старался здесь вовлечь в свои структуры молодежь нашу. Потом есть некая такая организация таблик, которые якобы занимаются просто призывом, но, по сути, они организовывают свою устойчивую систему. Они тоже пытались как-то вот по приходам приезжать, ночевать в мечетях, рассказывать людям, что мусульмане придерживаются неправильного ислама якобы, что правильный ислам совсем другой, что были такие, скажем, не на основании Корана явно подмененные понятия сути, истинной сути ислама. И вот благодаря активной деятельности мусульманских организаций, самих мусульман, взаимоотношения с органами государства, это и районные администрации, сельские поселения, республиканские органы власти. Нам до этого дня удавалось еще как-то вот сдержать эту обстановку. Ведь не секрет, что они тоже меняют свою тактику, изучают как бы обстановку. И большие мусульманские поселения, где локально проживает большая часть мусульман, это и села, и в том числе и в Поволжье, и на других территориях, они как-то им удалось навязать там в некой части свой подход к вере. Но вот Всевышний Миловал в Чувашии пока до этого дня, как бы вот мы, нам удавалось все это сдержать. И я надеюсь, и знаю свое паство, мусульман республики, что и впредь с Божьей помощью, я думаю, что единство рядов представителей традиционного толка нашего ислама и наших граждан, она будет незыблема. И я думаю, что врагу не пройти эти преграды, которые уже установлены в душах, в сердцах наших верующих уже тысячелетиями. Уже тысячу лет еще со времен булгар наши предки приняли ислам и в мире, в дружбе живут с другими конфессиями, народами, религиями, национальностями. И мы гордимся этим, и мы хотим, чтобы такая же прекрасная жизнь, стабильная, спокойная жизнь, чтобы была бы и у наших детей. Илья Хазра, скажите, пожалуйста, на какую помощь со стороны светского общества вы рассчитываете в деле противодействия радикалистам? Я думаю, во-первых, и органы власти должны очень чутко относиться к этой теме. Не надо никаким образом воспринимать это как некими такими внутренними раздорками, скажем, да, поскольку идет такая целенаправленная интервенция против общей идеологии стабильности. И вы же видите, что в последнее время идут нападки не только на русско-православную церковь, там вот старались как-то отчинить и святейший патриарх, и устой ислама, и по другим конфессиям. Видно, что сегодня фактор религии хотят использовать как неким фактором дестабилизатора общей обстановки. И здесь как бы чутье понимание темы, профессионализм представителей власти очень важен. Чтобы с одной стороны не давать и как бы этим, скажем, недругом повода для того, чтобы обвинять вот тех же традиционных мусульман власть в том, что якобы власть там как бы давит или в какой-то части мешает мусульманам. Ну, как может мешать? Ну, вот, например, в Чувашии было всего две мечети. Сегодня почти 50. На 35 тысяч татар. Это разведавление. Работает Мадресе Гулистан. У нас была лицензия на 5 лет, а сейчас уже мы получили бессрочную лицензию на образовательную деятельность. Да, нас проверяют правоохранительные органы, но это как бы норма, общая практика, и она должна быть таковой, мы должны проверять и на деятельность, и санпинстанции, и другие органы власти. Здесь просто нужно выстраивать правильные взаимоотношения. Но когда уже идет речь о том, что иностранные, скажем, представители, когда наймитые, может быть, понимая, может быть, даже не понимая, что они делают, начинают уже внутри религии создавать проблему, здесь, конечно же, должны и правоохранительные органы тоже вовремя реагировать на это, должны как бы вести и предупредительную как бы деятельность, и бдительность должны нести. То есть здесь только мы сообща, все вместе можем выстоять перед лицом вот такого врага, идеологического врага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова